Семья ястребов-тетеревятников оказалась под круглосуточным прицелом камеры. Теперь все желающие смогут посмотреть, что происходит в гнезде на 15-метровой высоте. И все это благодаря маленькой веб-камере, которую установили на дереве в заповеднике Щелоковский хутор. Круглосуточную трансляцию можно увидеть на сайте iVideon.com. Это уникальная возможность заглянуть, можно сказать, подглядеть, да, как растут птицы, как появляются птенцы, как происходят взаимоотношения птиц на гнезде. Естребы-тетеревятники не очень боятся людей, поэтому часто для обитания выбирают густонаселенные районы России. Однако в обычной среде заметить хищника сможет только профессионал-орнитолог, а через камеру за такой птицей сможет понаблюдать каждый. Тем более интересно, когда мы наблюдаем за теми объектами животного мира, за птицами, которые являются нашими соседями, проживают на высокоурбанизированной территории, как-то меняют свои привычки в соответствии с нашей жизнью повседневной. Сейчас в гнезде находятся пять яиц, и родители поочередно высиживают будущих птенцов. Что интересно, уже за первые дни наблюдения орнитологи узнали, что большую часть времени яйца высиживает самец. Самка же чаще летает на охоту. Человеческое любопытство понятно, а вот не навредит ли птицам это наблюдение? Камеру, которую мы установили в гнезде, она никак не повредит непосредственно самой птице. Когда мы ее установили, она вернулась уже буквально через 20 минут. То есть это было видно на самой камере. Годом ранее подобная камера была установлена в домике для совы. А в гнезде ястребов видеонаблюдение пробудет до того момента, пока птенцы не улетят из гнезда. Так что нам будет на что посмотреть. Таким проектом мы хотели доказать общественности и показать людям, что видеонаблюдение это просто. Если около вашего дома обитает аист, либо же другая птица, то вы с легкостью, имея в руках камеру подключения к розетке и интернет, можете наблюдать за птицами. Но если ястребы, птицы самостоятельные и гнезда вьют без помощи человека, то совы этого делать не умеют. Орнитологи строят для них специальные домики – Нестбоксы. И в этом начинании им нужна помощь всех нижегородцев. Мы запускаем параллельно с трансляцией проект на краудфандинговой площадке «Бумстартер», где каждый желающий может внести посильный вклад на наш проект. И нами предусмотрен ряд вознаграждений. В качестве подарка за помощь орнитологи могут взять неравнодушных с собой в экспедицию или провести экскурсию. Но птицам помогать стоит не ради наград, а хотя бы для того, чтобы через много лет было за кем наблюдать.